Давайте посмотрим, а можно ли еще для чего-нибудь использовать Дерри Эйлера. На самом деле, можно. Я сейчас чуть-чуть забегу вперед, потому что фактически это будет разговор о гауссовых суммах. Доказательство потом чуть-чуть позже. Но, просто для того, чтобы почувствовали, как это просто и хорошо работает, давайте-ка мы сейчас при помощи критерия Эйлера вычислим символ 2 по П. Для этого нужно возвести двойку в степень до П-1 пополам. Казалось бы, непонятно, да? То есть, фактически, нужно корень из двух возвести в степень до П-1. Откуда же мы возьмем корень из двух? Ответ. Диагонат квадрата – это корень из двух. Вот. Вот это отрезок длины корень из двух. Кравильно? Если вот эти отрезки – по единице. Значит, возникает замечательная идея. Давайте вместо того, чтобы писать корень из двух, напишем такую штуку. Единица плюс И. Что такое И? И – это корень из минус-венемицы. Я повторяю, я сейчас немножко забегаю вперед. Потому что, вообще-то, для некоторых чисел этого самого И может не быть. Смотрите, если у нас число, дающее остаток один при делении на четыре, то есть. Мы даже помним формулу этого 2н в куториал. Да? Такое число. Если же остаток три, то такого числа нет. Но, вообще-то, как к вещественным числам можно было добавить, да? Переход замечательный, очень важный, для математики, от вещественных числа к комплексным. Добавляем И и получаем расширение второй степени. Да? Раньше было вещественное число Х, а теперь стало комплексным Х плюс ИК. Вот точно так же, на самом деле, можно делать к любому полю, можно добавлять элемент. Это получается, так же, алгебраическое расширение, да? Вот. И давайте сейчас займемся возведением вот этого самого числа, единицы плюс И, в степень П-1. Ну, не очень понятно, конечно, все-таки двойка не так уж совсем напрямую связана с числом 1 плюс И. То есть, по длине они, конечно, одно и то же, хотя, с другой стороны, какая-то длина, по-моему, П, непонятно. Ну, тем менее, я думаю, потерпите. Возводить в степень П-1 я буду двумя способами. Первый способ такой. Я возведу в степень П. Второй способ, другой. Я возведу в квадрат, а потом то, что получится, в степень П-1. Давайте посмотрим, наверное, сначала здесь. Что такое 1 плюс И в квадрате? Это 1 плюс 2 И плюс И в квадрате. И в квадрате это минус 1, это с твоим. Значит, это будет 2 И в степени П-1. Это попало. Хорошо. Хорошо. Это понятно. А что будет здесь? А здесь помином не тона. Единица в степени П. Число сочетаний из П по единице умножено на И. Число сочетаний из П по 2. И так далее, и так далее. И кончится это все на последней стограме. И в степени П. Но смотрите. Число сочетаний из П по единице, по 2 и так далее, и по повинности. Они все равны нулю. Потому что у нас есть просто формула. Когда число сочетаний пишешь по формуле, то там в числителе есть П, а в знаменателе нет. Значит, я здесь стираю все эти число сочетаний и пишу, что это просто единица в степени П плюс И в степени П. Так. Ну, осталось всего-то чуть-чуть. Надо дописать вот здесь вот везде один плюс И. Один плюс И. Здесь вот у нас будет один плюс И. И здесь один плюс И. Отлично. И у нас таким образом получилось равенство. Давайте я его торжественно напишу. Один в П это единица. Плюс И в степени П. П это вот такое ближайшее. Дальше. Все-таки разрешите мне рассматривать варианты. Потому что я, конечно, помню, что И в четвертой степени это единица. Но здесь вот нужно возводить И в степени П плюс один пополам. В общем, господа, пожалуйста, разрешите мне. Выписать просто-напросто четыре формулы. Для каждого из остатков, которые может давать П-пределение на восемь. П-пределение на восемь может давать П-пределение на восемь может давать П, но только такие четыре остатка. Для каждого из этих чисел я напишу вот это равенство. Поехали. Единица плюс И. Вот эта левая часть. Кстати, давайте сразу заполнять. Здесь вот на двойку изменятся. Значит, здесь будет единица минус И. Потом будет опять единица плюс И. Единица минус. Все. Я разобрался с выражением И в степени П. Дальше. Что это такое? 2 в степени П минус 1 пополам. Это, собственно говоря, то, что нам нужно. Давайте я тоже сразу здесь напишу, да? 2 в степени П минус 1 пополам. 2 в степени П минус 1 пополам. И здесь 2 в степени П минус 1 пополам. Замечательно. И теперь надо сюда, ну, один плюсик, конечно, тоже никуда не денется. Надо И возводить в степень. Если П дает остаток 1, то здесь будет единица. И здесь будет просто умножить на 1 плюс И. Давайте проверять. То есть, если И мы возводим в степени П минус 1 пополам, то получаются ответы 1 и минус 1 и минус И. Так, все. Ну, а где все легко? В этом случае это просто единица. 2 в степени П минус И пополам. В этом случае пока непонятно. Пропустим. В этом случае это минус единица. Осталось разобраться с целью. Что такое 1 минус И и 1 плюс И? То же легко. Смотрите. Когда умножаешь И на 1 плюс И, то получаешь И минус 1. Ага, здесь был 1 минус И. Значит, здесь ответ минус. Здесь был ответ плюс. Здесь мы уже поняли, что ответ минус. И здесь 1 плюс И умножаешь на минус И, получаешь минус И плюс 1. И здесь ответ тоже. Ура! Мы доказали второе дополнение к квадратичному закону взаимности. Смотрите. Первое дополнение – это формула для минус 1 по П. Первое дополнение. Это очень просто. Минус 1 в степени П минус 1 даже пополам. А второе дополнение такое. Единица, если П сравнима с плюс-минус 1 по модулю 8. И минус 1, если П сравнима с плюс-минус 0 по модулю 8. Часто эту формулу записывают по-другому. Пишут так. Минус 1 в степени П квадрат минус 1 разделить на 8. Давайте проверим, что вот эта формула соответствует n. Проверяется это очень просто. Мы берем в качестве П 8n плюс минус 1. И берем в качестве П 8n плюс минус 3. И в каждом из этих случаев вычисляем, что такое П квадрат минус 1. 64n квадрат плюс 16n. Это в этом случае. А здесь П квадрат минус 1. Это будет 64n квадрат плюс 48. Плюс-минус, конечно. Плюс-минус 48n и плюс 8. Ну, отлично. Когда делим на 8, то получается 8n квадрат плюс 2n. Это число четное. Здесь получается 8n квадрат плюс-минус 6n плюс 1. Число ничего. Замечательно. Значит, вот минус 1 в степени П квадрат минус 1 тридцать на 8. Это символ 2 по П. Ну, кстати, если взять произведение этих формул, то мы получим символ минус 2 по П. Легко, если вы вспомните, чему равен минус 1 по П, понять, что, скажем, минус 2 по П, это будет единица, если П сравнима с единицей по 0 и 8. Или, если П сравнима с тремя по 0 и 8. Почему с тремя будет хорошо? Потому что тройка дает нам то, что минус 1 по П равно минус 1 и 2 по П равно минус 1. А минус 1 на минус 1, это будет 1. И вот, но, видно, что способ, которым я сейчас посчитал, хотя и очень островный, потому что я использовал такое вот расширение, добавил вот и, да, но какой-то уж очень ненадежный. Потому что я использовал вот этот вот 1 плюс 1, да, использовал диагональ квадрата. Скажем, если потребуется найти символ 3 по П, откуда я найду, ну, как словно говоря, кори из трех. Оказывается, найти можно. И на этот вопрос отвечают гауссовые суммы. Но сейчас, мы пока о ней говорить не будем, не обязательно было рассматривать конечное поле. Оно состоит либо из П квадрата элементов, если ей не принадлежит, либо из П элементов, если П сравнима с единицей по 0 и 4, тогда ей принадлежит. Что мне сказать, мы могли рассмотреть вместо этого множество целых гауссовых чисел, а вот его уже факторизовать, смотрите, остатки там от деления на П. Смотрите, что такое в таком случае 1 плюс 1. Замечательное целое гауссовое число. Когда мы возводим степень П, то это, конечно, будет сравнимо с единицей плюс И в степень П. Когда мы подходим в квадрат, то единица плюс квадрат это 0, мы получаем 2и. Так что не обязательно говорить про эту алгоритму. Мы спокойненько могли сказать, что единица плюс И в степени П-1 это 2и в степени П-1 пополам. Значит, если умножить это еще на 1 плюс И, то 1 плюс И в степени П, то есть вот это вот число, будет сравнимо с 2 в степени П-1 пополам умножить на И в степени П-1 пополам умножить на 1 плюс И. Просто потому, что здесь мы задели в П, то есть в степени, а здесь всего лишь П-1. Значит, так не забыть еще 1 плюс И. Дальше уже смотрим, какой там остаток дает П-пределение на 8, и в зависимости от этого разбираемся, что здесь чему равно, и получаем вот эту вот величину, она нам нужна по сравнению, по модулю П. Так что я хоть и говорил про гауссу сумму над полем вычетов из П-элементов, но это скорее, что вас попугать. Вот такая гауссовая сумма, кстати, когда мы будем закон взаимности доказывать, там будет ровно такая же ситуация. Можно говорить о гауссовой сумме над полем вычетов, а можно взять, что называется, настоящий вектор на плоскости, и потом все увидим, все это расскажу потом.